Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и в сегодняшнем видеоматериале мы расскажем вам про особенности и строение сифона сантехнической раковины. В материале мы расскажем также из чего состоит стандартный сифон, материалы из которого изготавливаются и увидим наглядно его строение. На сегодняшний день существует более 50 вариаций и конструкций сифона. На фотографии, которые отражаются у вас на экранах, мы можем более наглядно увидеть основные виды сантехнических сифонов. Они могут быть трубчатые, коленчатые и прочее. Для того, чтобы знать как правильно собирать и прочищать сифон, умывальника или ванны, необходимо прежде всего понять его строение и конструкцию. В первую очередь мы должны понимать и уделять большое внимание материалу, при помощи которого изготавливается тот или иной сантехнический сифон для раковины или для ванны. На сегодняшний день существуют следующие виды материалов, из которых производятся сантехнические сифоны. Во-первых, это полиэтилен. Считается самым бюджетным сантехническим изделием. Стоят они недорого, но соответствуют всем нормам и стандартам, а также отличаются прекрасными техническими параметрами. На фотографии на своих экранах вы можете более наглядно увидеть пример такого сифона, который изготавливается из полиэтилена. Следующий вид материала, из которого изготавливаются данные сантехнические устройства, это ПВХ. Также данный материал является одним из бюджетных видов материалов. Срок службы данного устройства прослужит от 7 до 10 лет, и комплектующие к нему стоят сущие копейки. Например, резинки, гайки или патрубки, они оцениваются довольно дешево по сравнению с другими сифонами, изготовленными из прочих материалов. На фотографии, также на своих экранах вы можете наглядно видеть сантехнический сифон такого типа, изготовленный из материала ПВХ. Далее идет материал латунь, является самым дорогим сантехническим материалом из всех, кроме золота, из которого изготавливают сифоны для арабских шейхов. Данный материал имеет один не очень приятный недостаток, он весьма хрупкий, поэтому небольшого удара ему хватит, чтобы получилась трещина или вмятина. Также у такого материала в экране нежная резьба на гайке. На фотографии на своих экранах вы можете наглядно видеть пример сантехнических элементов из латуни. После того, как мы узнали материалы, из которых изготавливают сифоны для ванны и раковины, необходимо понимать, из каких элементов состоит данное сантехническое устройство, чтобы правильно его собрать, прочистить и при надобности разобрать, а также собрать в обратном порядке. Сифон для ванны и раковины состоит из следующих элементов. Во-первых, самый главный элемент – это корпус сифона, в зависимости от материала и формы. Следующим немаловажным элементом сантехнического сифона идет выпускной патрубок. Опять же, в зависимости от материала форма почти стандартная для всех. Также могут идти в сифоне манжеты, в зависимости от материала и формы. Могут быть резиновые и пластиковые. Резиновые переходники. Материал одинаковый для всех, как правило, это резина. Формы также стандартные для всех видов и типов. Могут отличаться только радиусом и толщиной. Также немаловажным элементом любого сантехнического сифона являются пластиковые гайки для сифона, в зависимости от материала и форм. Они могут быть прорезиненными, резиновыми и пластиковыми. И одним из самых важных, хоть и довольно мелких элементов, но являются резинки или резиновые прокладки для сифона. Материалы форма стандартны для всех типов и видов. Отличаются лишь они друг от друга только толщиной и диаметром. Также у сифонов, правда не у всех, могут быть в комплекте, в наличии, когда вы покупаете в магазине, трапы для сифона, которые идентичны по материалам и формам. Отличаются лишь они только диаметрами и размерами. И служат специальным отцветвлением в сифоне для установки в них слива сточной воды с посудомоечных машин или стиральных машин. Также почти в любом сифоне любого вида и типа есть нижняя пробка или крышка для сифона. Как говорится, крышка колена, как его называют еще профессиональные сантехники. Данная крышка отличается лишь материалом и формой друг от друга. На фотографии у себя на экранах вы можете видеть наглядно пример данного элемента сантехнического сифона. Кроме того, сантехнический сифон не может продаваться и не может не идти в комплекте с ним стягивающий винт сифона, который отличается материалом и формой друг от друга. В основном он идет либо из металла, либо из пластика. Кроме того, если вы покупаете сифон для ванны, то в нем должна идти декоративная накладка сифона в зависимости от материала, формы и размера. Могут быть пластиковые и металлические. В основном они идут из металла. Практически любой сифон для ванны или раковины имеет стандартное строение и схему сборки. На фотографии, которые отражаются у вас на экранах, показано принципиальное строение типового сифона для раковины. Итак, практически любой классический сифон для раковины состоит из следующих элементов. Во-первых, это патрубок подключения слива стиральной машины или посудомоечной. Уплотняющая гайка. В основном она идет из мягкого пластика. Это верхняя гайка. Она идет из пластика, либо ПВХ материала. Резервуар сифона или резервуар колена. Правильно он идет из пластика. Уплотняющая прокладка. Затем идет гайка, которая насаживается на уплотняющую прокладку. Отводящий патрубок. Декоративная накладка. И патрубок подключения к умывальнику. В основном это все основные элементы. Кроме того, может быть еще и дополнительные элементы, которые необходимы для дополнительного слива или для дополнительного подключения того или иного устройства бытовой техники. Ответим, что выше описанные элементы сантехнического сифона являются типовыми для любого вида устройства. Возможно лишь отличия в уплотнительных кольцах, резинках и размерах с диаметрами основных частей. Надеемся, что мы помогли вам разобраться в особенностях и строении сифона для ванн и раковин. Как можно видеть из вышеописанной информации, существуют различные материалы, из которых изготавливают элементы сифона. Однако принципиальная схема строения у них, как правило, одна. Однозначно можно сказать, что после того, как мы узнали строение и особенности сифона, нам не понадобится сторонняя помощь, сантехника для прочистки или монтажа данного сантехнического устройства. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели видеоматериал на тему сифон раковины, его принципиальное строение и особенности. Более подробно от этого и другие материалы вы можете почитать на нашем сайте bazlaid.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал или оставляйте на сайте bazlaid.ru. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи. Продолжение следует...